итак друзья мои фермеру продолжает посещение поволжского института производства и переработки мясомолочной продукции и мы сейчас пришли в гости к екатерине владимировне екатерина владимировна расскажите пожалуйста про лабораторию что здесь происходит здравствуйте сегодня у нас происходит анализ молока сырого от племенных животных в течение всего года в рамках научно-исследовательской деятельности каждый месяц от племенного хозяйства вот ну в рамках конкретного научного исследования приходит молоко от племенных животных мы оцениваем вот на данном этапе качественные показатели молока то есть в дальнейшем каждый месяц мы проводим математическую статистическую обработку и уже можем дать рекомендации хозяйству именно по технологическим свойствам этого молока куда оно выгоднее куда его отправить там на производство либо это питьевого молока или какие-то показатели на производства сыром такие да да в переработку плюс оцениваем ну это как бы сейчас тоже этот идет проект генетический потенциал почему допустим в условиях волгоградской области одна и та же порода в разных хозяйствах дает разные среднесуточные удое показатели качества молока но основные показатели это белок и жир вот что здесь за молоко от каких коров донская галстинская порода галстин да почему их здесь только много и они тут пронумерованы по пронумерованную то есть мы должны отслеживать от какой коровы конкретно получили много разных коров это от разных все коров из одного хозяйства да вот так вот и что здесь вот ну конкретно разный жир разные там давайте я вам покажу вот если мы уже провели вот четыре пробы 151 152 153 154 корова то есть у них это лабораторный номер исследования то есть у коровы свой номер который нам дает хозяйство которое они за технический учет ведет вот температура молока 16 58 жир 412 плотность молока сома сухой молочный остаток белок 34 вот по каждой голове у нас отражается так и зачем нам это все нужно по каждой голове они в общем по хозяйству ну я же объяснила мы же каждое каждую отслеживаем по хозяйствам молочную продуктивность оценку молочной продуктивности общему по хозяйству понятно зачем каждую это голову то есть мы же не можем сказать вот давай вот эту от этой коровы молоко будет сыра это будет питьевое молоко нет мы можем дать рекомендации но мы хозяйству даем рекомендации что вот у вас вот эта корова жир не соответствует белок не соответствует но изначально мы вот сейчас можем сказать завтра позвонить хозяйству сказать вы лучше скушайте ну да нет у вас эта корова хорошо давайте еще там и и следующую лактацию пускать то есть понятно я понял давайте по этим прибором что здесь у нас такое это клеверо анализатор молока принцип работы простой наливается проба могу показать давайте так это у нас записали наливается сейчас это сливаем то есть именно этим прибором и мы у нас а вот четыре прибора клевер и 2 лактан то есть принцип работы одинаковый просто там более автоматизирован там центрифуга я слышу где-то по моему шумит или нет но это внутренне то что регулятор он перемещает вот все подготовка залили пробу идет проба 235 проба сейчас мы сюда запишем 235 проба пошел анализ а в среднем где-то от полутора до трех минут занимает анализ каждый каждый пробы до каждой проба то есть мы сейчас получим и белок и жирность и тогда да 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 как увеличить ту же жирность или тот же белок выход вы даете какие-то рекомендации или ваша задача только проанализировать уже готовые нет мы конечно даем мы же анализируем и базу кормовых средств чем они кормят даем рекомендации есть специальные программы у нас в институте есть сотрудники которые этим занимаются и они уже выдают рекомендации именно по кормлению рациона и корма тоже исследуете конечно до питательную ценность обязательно то есть мы на всех стадиях производства продукции животноводства даем именно вот питательные свойства также определенные показатели безопасности ему но это уже в зависимости от цели которые перед нами ставят мужи работаем цели ставит хозяйство или или это ваша инициатива давайте мы исследуем ваших коров и вы заработаете на этом больше денег ну это совместная работа то есть не может один научно-исследовательский институт без хозяйства без животноводческих ферм в этом да это то есть это заинтересованность наша заинтересованность мы научные исследования проводим да их незаинтересованность увеличить производительность тихних животных и они соответственно от этого получают прибыль инициатива откуда идет все таки от производственников к вам это было и от производственников в том числе то есть бывает что и мы говорим там какие-то у нас есть свои идеи мы им говорит давайте мы к вам приедем у нас вот такая идея этого вам да они мне говорят а зачем мне туда нет мы конечно им все рассказы мы же не просто так и бывает что хозяйство но не хватает у них ресурсов своих что-то им подсказать и всегда специалисты да 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 другая область да это производство там у них свой ритм жизни так у нас осталось 40 три секунда сейчас мы это посмотрим вот сейчас в данный момент ну ладно не будем называть хозяйство вот эти все пробы они от из одного хозяйства от одной породы почему здесь красное здесь синяя ну видно это их не маркировка хозяйства маркировала это нам не принципиально возможно у них стояли животные на разных и там стоял мастер у одного синий маркер другого красного другого черное это ничего не это ничего не значит это не принципиально так у нас здесь подходит к нулю роман юрьевич покажите нам пожалуйста мы сейчас посмотрим какой самый большой показатели по жирности по белку вот вашей лаборатории вы видели там я не знаю белок там и жирность там 6 но жирность 7 у нас есть хозяйство которых по порода скота они вот 7 7 и 8 был жир ну это характерно для определенных пород ну дальше то есть вот мы сейчас видим жиры 526 белок 32 да хорошо это это стандарт да получается ну да самое главное чтобы не менее было белок 2 и 8 если про и жир также не менее 2 и 8 это стандарт и отлично давайте еще вот посмотрим что за прибор там шумит нам как раз тут что-то двигается это лактан принцип такой просто здесь отечественный прибора это отечественный клевер и лактан отечественные приборы то есть у нас выпускают что ли что-то конечно да вот это при стараемся покупать оборудование для лаборатор до отечественного производства что он здесь это взбивает для капучино и он перемешивает так называемый дегазацию делает молока чтобы пузырьки воздуха вышли и он показал анализ достоверный то есть нужно нам убрать пузырьки воздуха да он его перемешивает то есть вот эту пробу он уже перемешал отсюда вот забор был вот он сюда по трубочке сам прибора анализирует прогоняет потом ее выдает обратно и след а следующая проба в это время мешает до газирует я понял значит если там мы получаем жирность белок и другие показатели а здесь что здесь то же самое то же самое да да а зачем их два разных способа да просто да не успеваем понятно 300 то есть у вас лаборатория не простаивает нет нет у нас контрольный вот так вот если мы что-то забракуем они на воспроизводство да 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 этих этих короб да я понял что еще интересно они же кроме своего поголовья они закупаются австралии здание германия туда какой лучше вот мы потом анализируем вам надо лучше всего оттуда покупать я лучшего лучший датский селекции а потому что у ученые все про диссертация я все про деньги а потому что так вот их и деньги поэтому что они научно обосновывают они только вот это если бы они от датской породы понимаешь у них себестоимость молока там 17-18 по 25 сдают а от американской селек 22 значит себестоимости 24 продают ну что это деньги да это деньги это деньги у них постоянно они сейчас 30 с плюсом да 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 и вот во первых вот кажется цифра на самом деле здесь известно сколько откуда чего какая-то здесь здесь да здесь за каждой цифрой я вижу деньги нет но на самом деле вот для производственников это важно деньги именно то есть до 10 денег не было у них неплохо они начинали с 500 году потом 1700 сейчас 2003 это концу года 2700 дойного это огромное и самое передовое что есть где людей не хватает это это там доильные робота 15 пошли 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 по а где люди есть люди почему людей куда-то надо попустили работа и платят и налоги ничего да 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 люди приют где новых наберешь наберешь пока научишь пока туда-сюда то есть а люди за кстати говоря что делают если роботов поставили доярок-то куда-то ферма который те первоначально сейчас новый который построить людей не ну вот люди в калаче работает вала радирова попробуйте ноги а тут робота раз а там где люди работ так они работают хорошо работают и хорошая заработная плата они довольны то есть у нас роботы не должны людей заменять если роботы заменят а кто будет налоги платить а куда людей девать мы некоторые деревни допустим роботов поставим людей столько без работы люди ездят понимаете но робот то не запьет ведь он не запьет это раз второе там они тоже надо смотреть обслуживание до роботов дорогое есть надо людей это образ жизни сельский сельский надо же а то допустим робота поставили а доярка ездить за 70 километров в городе нет уборщик неправильно неправильно екатерина к нам подходите так друзья да мы тут еще что даст декрет вышло нас не просто грант выиграла мальчика родила ваню декрет из-за гранта машину купился потом мы значит как кати все ты выходишь то лена которые ленинский стипендия она заберет пошла в декрет у нас все по графику а институт же воспроизводство институт воспроизводство же по графику теперь она воспитывает то есть у нас учет отлично екатерина я вам пожелаю ну чтобы работа приносила радость удовольствие и деньги обязательно потому что без этого никак ну а и ваша ученая эта степень какая кандидат биологическая гидат я вам желаю доктором стать спасибо преподаватели в институте до завкафедра не у меня там все потому что когда этот базовый кафедр это очень хорошо и наука и студенты и пошел-пошел допустим какой-то опыт поставить вот допустим вот тут лаборатория будет оттопить поставить или мы дадим это 20 студентам и не 20 вариантов и мы сразу определим что это насколько ускоряет процессы понимаете студенты то есть нормальные нормальная козда стараются вот во первых вот смотрите какая подготовка бакалавр закончили потом они магистратуру куда бы они в ленинград москву везде их принимают с удовольствием они там лучшие студенты понимает наши технические университеты вот что мы стараемся здесь но не всех удержим некоторые за границей по франции уехали там еще что-то а конкурс есть в институте или берут всех подряд конкурс очень серьезно это очень здорово то есть молодежь интересуется сельским хозяйством и современными оборудованиям во первых во вторых и сейчас в стране похвалить что можно сельское хозяйство остальное что остальное пока фермеру надо похвалить в стране где фермеру где-то понимаете в самаре где в кушке там там то есть в калмыкии везде фермеру понимаете я расскажу такую историю мы мы вчера выезжая из калмыкии подходит к нам гаишник на трассе едем ну я думаю сейчас документы проверять то все пято-десято он говорит я ваш подписчик я ваш подписчик давай сфоткаемся он говорит мне форме не положено вот такая история серьезно то есть друзья мои мы в очередной раз посетили лабораторию посмотрели поговорили очень приятно слышать о том что есть студенты что есть отечественное оборудование где происходит анализ продукции да мне немного непонятно что здесь происходит потому что я к этим делам имею мало отношения меня интересует вопрос про деньги то есть если ваша работа помогает хозяйству зарабатывать это очень здорово спасибо большое удачи в развитии но мы двигаемся дальше удачи в нашли калмыска это очень важно да что это очень важно спасибо 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 Продолжение следует...